У нас есть сложности, связанные с нынешней ситуацией в Армении, когда наши армянские друзья продвигали необходимость направления миссии ОДКБ на границу с Азербайджаном, с тем, чтобы там обеспечивать какую-то стабильность. И мы согласовали на саммите в Ереване, согласовали такой документ о параметрах этой миссии, но его принять не удалось, потому что армянские коллеги стали настаивать, чтобы в этом документе было жесткое осуждение Азербайджана. Мы объяснили, что если речь идет об осуждении, если речь идет о риторике, об изложении позиций, он не волен сделать что угодно. Но если мы хотим направить миссию ОДКБ, то, видимо, это не обязательно обусловлено какими-то внешними-внешними признаками, какими-то заявлениями, тем более жесткими. У нас до сих пор остается готовность направить миссию ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном. Тем не менее, несмотря на то, что мы союзники, несмотря на то, что эта миссия полностью готова, армянская сторона предпочитает договариваться с Евросоюзом о том, чтобы там на длительной основе разместилась миссия. И, наверное, если эта миссия будет разворачиваться без согласия Азербайджана, она может быть просто контрпродуктивной. Вместо укрепления доверия на границе она может создавать дополнительные раздражители. Это объективная ситуация. Тут в каждом из наших регионов, и Центральный Азиатский регион ОДКБ, и Кавказский регион ОДКБ, нужно подходить, безусловно, творчески и понимая всю сложность проблем, которые возникают в рамках развития каждого из наших государств. Потому что все это происходит, на каждого оказывается давление. По Центральной Азии мы говорили, сколько внешних партнеров хотят развивать в Центральной Азии специальные особые отношения. Некоторые даже заинтересованы в том, чтобы сектор безопасности включать в планы сотрудничества. Но все наши партнеры, мы, естественно, с ними это откровенно обсуждаем, они прекрасно понимают и подчеркивают, что никаких расхождений с обязательствами в рамках организации договора коллективной безопасности не будет. Такие же заверения дают и наши армянские друзья. В общем, здесь нужно, мое глубокое убеждение, вот как был недавно в Ереване саммит ОДКБ, откровенный, честный разговор президентов, ему предшествовал откровенный, честный разговор министров иностранных дел со своими экспертами, надо открыто излагать любые озабоченности, любые сложности, которые, так сказать, испытывает та или иная страна. Когда мы все говорим открыто, мы всегда сможем найти решение совместное. Наверное, завершающие два вопроса уже будут.